Здравствуйте! В эфире программа «Буду здоров!» с вами Мария Рудая. Сегодня мы продолжим разговор о сердечно-сосудистых заболеваниях и познакомимся с еще одной пациенткой М-клиник. 72-летняя Надежда Федоровна Сивакова пришла сюда с последней надеждой вернуть здоровье. Надежда Федоровна, здравствуйте! Пойдемте со мной. Проходите, пожалуйста. Саживайтесь. Надежда Федоровна, какие у вас проблемы? С чем вы к нам пришли? У меня сердце больное, голова кружится, два инфаркта, два инсульта. Я хочу попробовать полечиться в вашей клинике новыми вашими препаратами. Попорно-двигательный аппарат у меня очень больной тоже. Позвоночник я разбивалась. Травма была, да? Да, травм несколько раз. И у меня сейчас с позвоночником проблемы и с ногами. Я два года вообще лежала и не могла найти специалиста, чтобы он мне помог. Все от меня отказывались. Нужен специалист, который мне бы позвонки поставил, как-то сделал на место, поставил. И все посмотрят, и все меня... Я была в нескольких больницах. И хирурги смотрели и сказали, у нас таких специалистов нет. И вот я прослышала, что в вашей клинике есть такие специалисты. Я вот хочу выбрать курс лечения какой-то первым. Это, например, опорно-двигательный аппарат, который меня очень-очень беспокоит. Надежда Федоровна, значит, вы, конечно, пришли по адресу в нашу клинику. Значит, смотрите, у нас есть курс по вашим заболеваниям на лечение опорно-двигательного аппарата. Включает он ручные методики и аппаратные. Значит, ручные методики – это массаж, это работа со стаупатом и мануальная терапия. Вот. И аппаратные методики – это нейростимуляция, миостимуляция, это магнитотерапия, грязи, дарсонваль, ультразвук, прессотерапия, которая, в принципе, идет при аппаратной методике, которая идет не только при обливаниях суставов, но еще и на сердечно-сосудистую систему. Вот. Вот такие методики. Ну, прежде, конечно, мы вас обследуем, возьмем анализы все крови, вот, общие анализы биохимические, посмотрим. Так, уровень холестерина, сахара, липидный спектр, вот это вот все. Вот. И пройдете всех специалистов. Вас посмотрят специалисты, ортопед, травматолог, мануальный терапевт, в общем, невропатолог, вот эти все специалисты посмотрят, что конкретно вам показано, есть ли противопоказания или нет, как бы. Анализы нужно посмотреть ваши обязательно. Вы должны посмотреть уровень холестерина, сахара, мочевой кислоты. И, вот, это анализы на состояние сердечно-сосудистой системы, потому что, возможно, у вас, может быть, мы вам предложим еще что-то, пролечить какие-то методики на сердечно-сосудистую систему. Коль вы говорите, инфаркты были, да, очень хороший метод лечения при ишемической болезни, гипертонии, это пиявки. Вот, пиявки и внутривенное лазерное облучение крови. Вот, поэтому давайте мы пройдем все анализы, вот, вас посмотрят специалисты, тогда уже конкретно определимся по состоянию вашего организма, что вам конкретно лучше, какие методы вам назначить. После обследования и посещения врачей-специалистов Надежде Федоровне были назначены самые разнообразные процедуры, среди которых матрикс-влог, то есть внутривенное лазерное облучение крови. Вводится внутри сосуда иголочка и подключается к аппарату, и через аппарат передается вот именно лазер внутри вены. Он показан для очищения крови, для разжижения ее, когда слишком густая кровь, при сердечных заболеваниях, при аритмии, при астме, бронхиальная астма там тоже показывают. При ожогах он очень хорошо восстанавливает, вот, именно кожный покров, при аллергических реакциях, если там есть кожные заболевания, также действие на крови, вот, он улучшает кровообращение, то есть ускоряет эритроциты, то, что приводит к улучшению обмена веществ. Метаболизм улучшается. Также убивает бактерии, как стафилококк, стриптококк, вирусные заболевания. Широко используется при излечении гепатитов, то есть гепатит А, В, также можно его излечить. Также он понижает глюкозу в крови, укрепляет стенки сосудов, очищает их, ну, нормализует давление также. По словам Надежды Федоровны, уже после первой процедуры она заметила улучшение, а после полного курса признается, просто ожила. У меня не ходят, не ходили ноги, у меня сердце больное, и я все здесь вылечила. Я сейчас хожу хорошо, могу показать вам, как я хожу. Я пришла над двумя клюшками и в корсете ортопедическом. С первого же раза меня отвели к доктору Гургену Гаспаряну, и после я, как он мне сделал процедуру, клюшку отобрал, пояс отобрал и сказал, ну-ка, иди своим ходом, без клюшки, без всего. И вы представляете, я после такого, отсюда, от клиники, дошла до площади Попова. Тяжело мне было, но я все-таки дошла. И с тех пор я клюшку бросила, а было две у меня. Вот, и пояс тоже бросила. Не ношу ничего. Помогли хорошо, ноги у меня забегали, стала я ходить, и даже вот здесь вот по этой черточке меня проверяли. Как я хожу, и прыгать начала, и уже лазить везде начала. И как будто я уже и не больная. Сама себе не верю, что я лежала. Мне предписывали лежать в постели больше нигде. 200 давления было у меня, 190, 180, потом снижалось 160. Как терапевты говорят, мы стараемся, чтобы у вас, говорит, давление понижается. Он говорит, мы к этому идем и стараемся. И я стала, у меня давление 140 на 80, а потом 130 на 80, 120 на 80. Постоянно, постоянно, постоянно. И сейчас я таблетки почти не пью. У меня страшное было сердцебиение. Это вообще выскакивало сердце. Сейчас я не чувствую. Я думаю, я, наверное, потеряла в этой клинике свое сердце. И вот сейчас говорю доктору, если кто найдет, то это мое сердце. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!